Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Компания Huawei начала закрытый бета-тест новой версии своей операционной системы Harmonize 2. Об этом сообщает портал Sparrow News, ссылающийся на сообщения некоторых популярных китайских блогеров платформы Weibo. Последние указывают, что различные аппараты производителя уже начали получать новую версию прошивки. Размер обновления операционной системы Harmonize 2 варьируется от 2,87 до 6,20 байт и зависит от модели устройства. Сообщается, что летом масштаб бета-теста увеличится и компания планирует расширить выборку пользователей, которые смогут загрузить обновления. Те же, кто уже получил бета-версию прошивки, отмечают, что в ней особый упор делается на обновленном дизайне пользовательского интерфейса, а также на более плавной работе анимации. Один из владельцев смартфона Huawei Mate X2 поделился видео, на котором демонстрируется плавность смены рабочих экранов в новой версии OS. По данным Sparrow News, компания расширила модельный ряд устройств, которые получают обновления Harmonize 2 Developer Beta. Были добавлены смартфоны серии Mate X2 и Mate 40, телевизоры Huawei Smart Screen S и Huawei Smart Screen S Pro, а также модели смартфонов P40 и Mate 30, и планшеты Motepad Pro. Теперь полный список устройств, на которые поступает обновление, состоит из 19 устройств, Mate X2, Mate 40, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, Mate 40 индийских рупий Porsche Design, Huawei Smart Screen S, Huawei Smart Screen S Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, Mate 34G, Mate 30 Pro 4G, Mate 35G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 индийских рупий Porsche Design, Mate 30 и Pro 5G, Motepad Pro и Motepad Pro 5G. В будущем компания планирует его расширить. Реклама прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение ранее Huawei заявила, что позиционирует свою Хармониз в качестве универсальной операционной системы для RFC-объемлющего интернета, Internet of Everiting, IOE. Операционная система будет использоваться во всех продуктах компании, начиная от умных часов и заканчивая телевизорами.